Девушки отдыхают Моя работа заключается в том, что руки должны быть идеально чистыми Я своего рода киллер Но киллер в кавычках Я психолог И на визитных карточках, которые нужно иметь, написано именно это слово Я художница Я организатор свадеб Я член Союза писателей Я являюсь специалистом по стрелковому оружию по форменной одежде Я, например, без сцены просто не могу Просто не могу Если у меня нет выступления, какое-то количество времени То у меня начинается депрессняк Мне нравится красота Мне нравится смотреть на себя красивым Наверное, мне нравится показывать себя людям Пожалуй, это основное Я как критик Смотрю фильмы И мне все равно, что там на улице Такая погода, утро, вечер Но, на мой взгляд Если пара собирается для романтического вечера Может быть, им, конечно, подобный фильм лучше посмотреть перед сном Заканчивала музыкальную школу с отличием Под гром аплодисментов Девочка будет ездить по всему миру Будет покорять своим талантам человеческие сердца Вот Ну, пророчили, как говорится, звездное будущее Это было начало 90-х годов Я поехал в озерки кататься на большое Суздальское озеро Там три озера, большое, среднее и малое Я ехал по большому озеру И решил проскочить под мостом, соединяющим большое со средним Я разогнался под мостик металлический Но не рассчитал того, что под мостом нет снега Лыжи завибрировали И я усиленно ударился головой Об металлические опоры Несколько минут я там лежал Даже думал, что никогда меня никто не найдет Потом я выполз из-под моста обратно на озеро Вернулся домой и начал писать Короткие рассказы Но мы имеем дело в основном В последнее время Чаще всего в связи с великим переселением народов С миграцией С клопами С тараканами С блохами С различными видами клещей С мухами С комарами С муравьями домовыми фараоновыми Это вот из насекомых Вши Вши бывают трех видов С которыми мы встречаемся Больше всего мне интересно работать С лобковыми вшами Мне кажется, я немножко Другим человеком, что ли, становлюсь Как-то перед камерой И за камерой Это разные люди Я, можно сказать, играю роль Я, может быть, даже более открыта перед камерой Вот познакомилась с отделом милиции Вот там был настоящий театр Мне кажется, что Это самая замечательная профессия Которая есть вообще в мире Потому что, по сути, я организовываю Самый счастливый, самый радостный день в жизни человека Человека, ну, в смысле, девушки Я как бы в расчет мужчин не беру Я научилась там милицейскую машину водить В общем, ну, театр был настоящий Только уже не на сцене, а в жизни В общем, естественно, все это Ну, не всегда благополучно заканчивалось Понятно, что и это дело было И, в общем, меня как-то провожал милиционер В общежитии совершенно пьяненькую Но 16-летнему ребенку много-то ведь и не надо А так и должно быть Фильм, он и должен рождать эмоции А если он не рождает эмоции Тогда зачем его, собственно, снимали? Я даже не представляю себе вообще работу И в особенности эту работу Без такой составляющей, как интерес Конечно же, интерес К каждому клиенту, который приходит К каждому человеку Ждал, копил, откладывал Ну и пришел момент В 2001 году уже Купил свое первое ружье Естественно, не наобум Выбирал, исходя из нескольких критериев Жизнь сама по себе Она монотонная, серая Она наполнена одними и теми же бытовыми деталями С которыми нам постоянно, ежедневно приходится сталкиваться Но есть один действительно светлый Праздничный и добрый день В жизни каждой женщины Это свадьба Ну я приехала, вернулась на радость маме домой Она очень соскучилась Вот Но я сказала, что учиться я не буду Никаких училищ Мне уже очень-очень понравилась Вольная жизнь А есть кино, которое это покажет Вот как это надо делать Вот сам процесс покажет Может быть это будет резко Может быть это будет даже дико, грубовато Но А разве правда она не бывает резкой И дикой, и грубоватой Она на то и правду, чтобы ее показать Как она есть А не за занавесочкой догадайся сам Что там происходит Как вы знаете В свое время в России До Первой мировой войны Были в основном черные крысы Российские, маленькие Они не досаждали людям А потом из Германии Германия наш враг издревле Вот были завезены Уже серые крысы-пасюки Они более плодовитые Более вредоносные У них больше зубы 2015 год 21 мая прошлого года Открытие международного книжного салона В Санкт-Петербурге Но на само открытие я не пошел Потому что у меня дела свои были Но мне вечером позвонили Сказали друзья из Союза писателей Что они пригласили к мне билет Мне взяли в Союзе на банкет Я как-то уже попривыкла к тому Чтобы находиться перед камерой без одежды Часто когда я снимаюсь в одежде Это для меня даже сложнее Потому что я не очень хорошо представляю Как это будет выглядеть Я знаю как я выгляжу без одежды И мне сложно представить Как это смотрится в одежде Для начала там Пирожки всевозможные Бутербродики с икрой Закуска такая холодная Водочка Водка была хорошая Царская Серебряная, золотая Сухое вино красное и белое Но я вино сухое не пью Водку пью Ну понятно что Все мужики Они Скажем да честно Они мудаки Все мужики Вот Но когда свадьба возникает И собираются все родственники И все друзья И все искренне желают Счастья молодым В этот момент Каждая женщина становится Принцессой Вот на один единственный день В своей жизни И действительно чувствует Что она счастлива Вот именно в этот момент Она счастлива Ну вот я себе наметил Скажем так Пять образцов Это были Сайга 12К Сайга 20К Помповое ружье Бекас Помповое ружье Рысь И что же у меня было Еще одно По моему Иш-81 Если я не ошибаюсь Наметил Но все равно Я воспринимаю Каждого Как Огромный мир В котором Мы можем Соединиться Соприкоснуться Двумя мирами И Обменяться Чем-то очень важным Для нас Общаюсь Вот сейчас С театральными актрисами Вот с людьми У которых образование Вот актерское Ну Как их обучали Ножкой Свет включать И прочее Это вообще было Что-то Я думаю Да уж Вот мне бы там Было точно хорошо Потому что Все меняется Декорация Этот запах пудры За кулисами Вот это все Просто Сводит с ума Вот придешь В офис Да Навороченный Офис Газпрома Утром А там Значит Следы Жизнедеятельности Пущуков То есть Помет На столе Генерального Директора И Вот как это Выглядит Это же Выглядит Мезопакошно Но я немножко Опоздал И там уже Люди Как-то волновались Они говорят Что там Бутербродов Мало Того мало Этого мало Но слава богу Я пришел позже И вдруг Значит Появляются Официанты И выносят Огромные Туши Коровьи Сырые Коровьи туши Они их вешают Прямо На стену И Начинают Ножами Вот такими Большими ножами Они отрезают Куски Вот эти Коровьи туши На стол Мелко-мелко Быстро-быстро Быстро Ежат Буквально За секунды Они фарш делают Потом у них формочка Они значит Фарш формочку На тарелочку Куличик Сырого фарша Ложечки придавят И туда сырое яичко Поперчат Посолят И поэтому Когда Человек Вот У которого Именно эти Переживания Говорит мне о них Я часто Открываюсь И говорю Что я Понимаю вас Не только потому Что я Читала книжки И выслушала Много таких же Как вы Но я Сама знаю Что это такое Для начинающего Пользователя Самое оптимальное Это конечно Пумповое ружье Оно универсально В определенной мере Оно Как говорится Менее прихотливо К патронам В отличие от того же Полуавтоматического Образца Может быть Женщинами Я даже больше Стесняюсь Потому что Я примерно Представляю Что хочет Увидеть мужчина Это что-то Должно быть Такое Достаточно Сексуальное Мне кажется Что если я буду То же самое Показывать Фотографу Женщине Она может Подумать Может подумать Что это уже Слишком Показывали В советском кино Как там Допустим Столевары Ходят Или Металлурги Или колхозники И вот Ходят они Ходят Друг у них Вот у них Уже ребенок Спрашивается Откуда он появился А как Процесс-то Показать Вот кстати Я могу Показать Один из видов Голландского Перитроида Вот это Сипас супер Производится В Голландии Значит Написано Что он действует На всех Видов Вот Синотропных Насекомых На тараканов Мух Блохов Комаров Там Эксодовых Клещей Муравьи И так далее Клопы Но на самом деле Это выброшенные Деньги Потому что Они давно Уже выработали К нему Устойчивость И Вред Он наносит Только Людям Которые Находятся В помещении После обработки И самому Дезинфектору Который умирает Раньше времени И который Ходячий Зомби И мутант Уже давно То есть После года работы Дезинфектор Превращается В мутанта Потому что Кровь у него Уже Не кровь А сплошной яд Вместо мозгов У него уже Какое-то Как у либералов Там уже Нет мозгов Поросята Там запеченные Целиком Там перепевочки Там Коровья туша И все Значит Подходят И им эти Ребята Кто готовил Они отрезают Куски Там Двух перепевок Я съел Первый пункт На свадьбе Вы не должны быть Красивее невесты Это очень Как бы Жесткое правило Потому что Дело в том Что Я могу вам По своему опыту Сказать Не каждая Невеста Отличается Красотой Вот Револьвер Взял бы Возможно Даже Ну Бульдог Вряд ли То есть Короткоствольный Скорее всего С нормальным Таким Небольшим Стволом С оптимальным Почему Револьвер Потому что У него не просядет Подающая пружина Патроны Можно держать Не вынимая В барабане То есть Извлечение Гораздо легче Потому что Честно говоря Вот эти патроны Мелкашечные Порой при извлечении Они просто Что называется Как-то выразиться Рвутся Пуля остается В патронике А вы извлекаете Только гильцу Интересна Очень была презентация В прошлом году В 15 250 лет Эрмитажу Петровский проводил И меня От Союза писателей Пригласили Там очень все Грамотно Было сделано Там Во-первых Что мне понравилось Там Там водки Не было Там было Кьянти Красное Белое Кьянти И Там стояли Ребята Которые Разливали Я не мог Бутылку взять В руки Но у меня Подозрение Было Что это Не нашего Разлива Потому что Во-первых Качество Очень хорошее Во-вторых Я так сбоку Посмотрел Акцизной марки Не было Но я так думаю Что Петровский Скорее всего Договорился Чтобы ему Подогнали С той стороны Настоящего Вина Сухого И Стейки Говяжьи Стейки Вот это Был Действительно Правильно Знаешь История была Когда Мне пишет Один товарищ Говорит Что мол Я хочу Поснимать Просто Части тела Там а-ля Грудь Хочу поснимать Соски Там попу Я говорю Ну окей Хорошо Мы с ним Вроде как Договариваемся Договариваемся О цене Времени Что Где Когда Потом он Мне пишет Сообщение А можно Я буду Мастурбировать В процессе съемки Что типа Как бы Чувак Вообще Этого Не предполагалось И как бы Нет Я этого Делать Не собираюсь Он мне Начинает Присылать Сообщение О том Что нет Я типа Нормальный Все хорошо Я типа Тебя не трону Я там вообще Отец Двоих детей Высылает Мне даже Свою фотографию Я говорю Ладно Окей Давай Встретимся С тобой В кафе Я на тебя Вообще посмотрю Ты нормальный Вообще Или нет Здесь Здесь вот Патриоты у него не работает аккумулятор, у него там что-то, кончилась карточка, потом он все-таки начинает меня фотографировать, фотографирует грудь, потом у него вырубается все полностью, он начинает снова носиться с этой камерой, а потом он просто начинает дрочить, глядя на меня, глядя на мою грудь, потом минут через пять он кончает, платит мне деньги, и, собственно, на этом мы как бы расходимся. Ой, особенно мужчины, конечно, ой, я бы снялся в таком бы кино, еще бы денег за это бы заработал, но вот знаете, это так кажется, что это такой легкий процесс, на самом деле процесс-то довольно сложный. Собственно, как мы проводим свадьбы? Мы проводим их в традиционном русском стиле. Первое, собственно, первый этап, который, значит, с которого и начинается свадьба, это выкуп. Выкуп – это очень важная часть всей свадьбы. На ней присутствуют только, зачастую, только молодежь, потому что для молодежи это очень важно, она должна чувствовать свои, как бы, русские корни, и для этого как раз-таки и проводится вот это вот игрище. Но вместе с тем, конечно же, это очень важно для жениха, потому что мы все должны понимать, что невеста не досталась ему просто так, что он все-таки приложил хотя бы небольшое усилие для того, чтобы ее как-то, значит, выдворить из, ну, такого условного плена. Такие стыки там с кровью, идеально прожаренные, и много там, сколько там публики неба, пожалуйста, подходи. Мне очень понравилось это вот. 250 лет это был, конечно, праздник. Это яд острого действия, он запрещен, давно запрещен в России. Почему запрещен? Потому что крыса погибает после того, как его поест сразу же. То есть одна крыса погибла, вторая есть уже ничего не будет, она видит, что это копыта откинула, они же умные. Мышки будут, потому что тупые, а крысы нет. Мы очень распространенные обращения очень красивых девушек, умных, образованных, ухоженных и соответствующих стандарту 90-60-90, которым почему-то не найти избранника, не обрести личное женское счастье. В какой-то момент женщина, девушка выходит замуж не просто за перспективного, богатого жениха, ну а за кого попало. Ну тут уж как бы кто говорит, сердцу не прикажет, а кто говорит, ну от отчаяния. Ну вот когда от отчаяния уже как бы не за кого, нужно хоть за кого-то. И конечно тут что-то вытрясти с жениха на выкупе не представляется возможным, но поскольку традиции нужно соблюдать, то женихи поступают ну как бы хитро, но на самом деле это просто смешно, они приносят с собой пакет с конфетами. Под воздействием творчества сходят с ума очень просто, обещают венчание, заксы, говорят, что вот до развода осталось один шаг и прочее, прочее, да, то есть крышу сносят конкретно. Вот и моя любовь, и моя мечта. Каждое ружье, оно любит свой патрон. Вот лично скажу от себя, я магазинные патроны терпеть не могу. Вот во-первых, они в основном все сделаны для охоты. Во-вторых, даже самые хорошие, вот когда их отстреливали, у них результат совсем иной, потому что критерий для патронов, которые боевые, скажем так, и самообороны, у них другой. По россыпи, по силе удара и так далее. И потом он мне пишет сообщение, спрашивает по-английски, меня тоже спрашивает на тему, была ли я рада и счастлива по поводу того, что он кончил на этой съемке. Я ему честно отвечаю, что ну как бы мне насрать, если честно, кончил ты или нет. В общем-то, это как бы твое дело. Мы работаем с антикоагулянтами. Антикоагулянты – это яды не острого действия. Они в основном вызывают внутренние кровоизлияния в легких. То есть вот грызун, он съел, и ему так плохо. Вот он ходит, шатается, у него лопаются сосуды внутри. Ему очень больно. И вот он как пьяный идет к воде, ищет водичку. У меня в основном, конечно, в основном, песни, стихи, конечно, о любви. О любви, ну, в общем-то, есть и о любви к родине, и к животным, к сыну там. Ну, мало. У меня в основном вот любовь к мужчине, что вот меня не понимают и недооценивают. Обида такая. Вот это да, вот у меня. Основное вот так. Будь красивая, будь умная. Обязательно вот дипломчик. Красный, так вообще зашибись очень хорошо. Следи за собой, ходи в спортивный зал, почитывай книжки актуальные. И ты хороший товар. И понимаете, такой человек, он искренне считает, что в нем есть все. Ну, сразу понятно, что денег у мужика нет. Как бы, а чего тогда, собственно, он сюда пришел? Потому что, ну, и чего? То есть, понятно, что девушка, женщина, всю жизнь будет с ним маяться. Ну, как бы, ее надежда на то, что он когда-нибудь разбогатеет. Как это говорят, выйди, чтобы стать женой солдата, выйди замуж за генерала. Ой, чтобы стать женой генерала, выйди замуж за солдата. Это не работает. Я бы взял такой револьвер, если бы позволял, какой-нибудь компактный, легкий, так называемый, пистолет-пулемет. Типа того же МП-5К, а даже лучше, скорее всего, типа Скорпиона. Легкий, удобный, компактный револьвер и пистолет-пулемет рядом. Все, для самообороны домашней, особенно если бы случайно влез грабитель или еще что-то, пришли недоброжелатели. Это более чем хватает. Револьвер, как оружие, первое реагирование. И все, а там далее пистолет-пулемет. Там было собрание Союза писателей, и дрались два писателя. Один уже непокойный, другой сейчас живой. Но тот, который умер, он был здоровый тогда. А у которой сейчас живой, у него рука была в гипсе на перевязи, и они вот дрались. Они стояли перед трибуной, и зал там, я не знаю, сколько там было, все смотрели. Стою в магазине, покупаю там что-то, мне звонят и говорят, что, типа, мы вас нашли, нам нужна модель на бельевую съемку. Мол, мы агентство модельное, приезжайте к нам, значит, на вас посмотрим, сделаем снэпы, все дела. И, значит, если вы нам подходите, то мы вас приглашаем. Говорит это все мужской голос, и по ходу пьесы он отпускает какие-то такие несмешные шутки совершенно. Вот, ну я им говорю, окей, приезжаю на место, причем мне говорят не адрес, а мне говорят остановку трамвайную. Говорят, что там меня, типа, встретят и доведут. Смерть наступает после приема внутрь этого яда на седьмой, где-то десятый день, и в муках. То есть как пьяная идет, крыса шатается, а все думают, ах, какая наглая крыса, никого не боится. А ей все пофиг, потому что, представьте, вы задыхаетесь, да, идете умирать, вот у вас там давление, там инсульт уже, прединсультное состояние, да, по улице идете, шатаете, а все думают, что вы пьяные. Я звоню, приходит ко мне некий мужик. От мужика страшно прям воняет рыбой. Такое впечатление, что вот он прям какую-то селедку или воблу наворачивал вот прям последние часов пять. Прям так от души. Чувак вот прям смотрит на меня, вот действие происходит на остановке. Он на меня смотрит, говорит, я, говорит, охранник в модельном агентстве. Но я, говорит, вижу, вы нам подходите. Я им передам, что вы нам подходите, и они вам перезвонят, и уходят. Крыша вообще адаптируется ко всем видам ядов через три поколения примерно, а сейчас, может быть, даже уже через два поколения. То есть вот все, что мы используем для их травли, в принципе, это тоже имитация, то есть и срубление денег. Потому что, может быть, крысенок помрет, но уважающаяся большая матерая крыса, самка, во-первых, она не будет есть этот яд, она его чувствует. Мне после этого никто не звонил больше, не писал, то есть вообще, зачем, что-то, к чему. Просто охранник этот товарищ, этот мужик с облой хотел на меня посмотреть или что, я не знаю. Вот как-то так. У нее огромные умные глаза, широко распахнутые. Она всегда безупречна, она юрист, она успешна, красиво, она ходит в спортивный зал. Но уже вот пятая попытка обрести человека рядом, то есть мужа, выйти замуж, срывается. Вот это вот у меня капкан на крысу и мышку одновременно, такой средненький капканчик, да? Вот, значит, есть капканы на матерую крысу, почти как на медведя, видите, да? Вот это вот человек сюда попадется, можно пытать даже. Лейбузин подъезжает к ЗАГСу, подъезжает к ЗАГСу, все вываливаются и, собственно, все проходят в ЗАГС. Естественно, это должен быть первый дворец бракосочетания, потому что он красивый, потому что, ну, играть свадьбу в ЗАГСе какого-нибудь, ну, если мы говорим про Петербург, как там в ЗАГСе Адмиралтийского района, это, ну, это несерьезно, как бы, это просто несерьезно. Это сразу говорит о том, что статус этой свадьбы, как бы, он такой, ну, как бы, очень сомнительный. Дело в том, что не она браковала людей, а ее браковали мужчины. Здесь идет речь о таком типе женщины, который вот сейчас он культивирован в современной действительности. И мне от души, просто от всей души жалко эту девушку, и всех, кто страдает такой же проблемой, даже не подозревая, что это проблема. Просто эта девушка искренне считает, что при всем вот этом наборе, который у нее есть, да просто любой, любой мужчина должен бежать к ней бегом, но этого почему-то не происходит. Ужас. И съемки в кино, и продюсерство, и вот сейчас один, вот, напишешь «Лягер», я его раскручу на всю страну, там все его там услышат из всех ларьков. Я тоже копнулась, он на метро занимает. Ну, в общем, ужас. Девушка хочет, чтобы ее любили, и вот так вот, грубо говоря, хорошо упаковали. Обеспечили, прикрыли, обезопасили, любили, лелеяли, холили, поощряли, носили на руках, что она себя видит как некий приз. Но, к сожалению, она не умеет любить сама. Очень липучий, очень липучий, то есть к нему прилипает, если человек, то не смыть вот этот клей практически ничем. У меня был такой случай, значит, когда я сделал клеевые ловушки в одном офисе. Там бухгалтерши сидели толстые и тощие всякие разные. Я им все объяснил, что здесь будут клеевые ловушки на мышей, что мышки будут бежать, прилипать, а вы потом эту площадочку с клеем просто выкидываете и все нафиг. И вот я еду по Невскому проспекту на очередной заказ, и вдруг раздается мне звонок. Я не понимаю, о чем идет речь. Мне чего-то кричат в трубку и с тошным женским истерическим голосом, как на митингах. Я обожаю вот этих вот женщин в ЗАГСе, которые читают речь для жениха и невесты. Каждый раз эта речь разная. Каждый раз она трогает душу и сразу наворачиваются слезы. У меня вот сколько раз я на свадьбах присутствовала, каждый раз наворачивались слезы. Шуба, естественно, норковая. Ну, женщины, они же зимой ходят в шубах. И чем круче шуба, тем круче женщины. Ну, как они все считают. Она длинная, шуба длиннополая. А под стулом, значит, клевая ловушечка на мышку. И клея много, я целый тюбик израсходовал. И она полой-то этой шубы раз и приклеилась. Потом встает, а на шубе клевая ловушка вместо кредита там оформленного. В песне, конечно, создается именно тот идеал, к которому хотелось бы стремиться. И к гармонии, и к любви, и к ласке, и к пониманию, к добру. Оно приятно просто даже взять в руки, подержать, посмотреть, примериться, глянуть. Да и тем более, есть еще такое правило, оружие стреляет, как оно выглядит. Оно существует, как правило, вот именно у инженеров-оружейников. Действительно, вещь, которая хорошо сделана, ее берешь, она в тебя входит. Вот вы крыса, да? У вас шерстка там, ну как шубка такая, хвостик, лапки, да? Вы бежите по проторенной дорожке, а вчера приходил дезинфектор, а вы на кухонку. Ну а там же, сейчас же люди, они свиньи, да? Они же после себя все оставляют. Колбасу, там, торты можно найти на помойке, там, хлеб, это вот не при блокадниках будет сказано. На помойку выбрасывается все. И, естественно, в офисах, там уборщица утром, ей лень вставать, она придет где-нибудь в 11, да? А крысы же знают, что вчера был этот самый корпоративчик такой, веселенький, в офисах обычно, веселенькие корпоративчики, особенно в Единой России. Вот, и там, помимо презервативов, можно найти крыси, чем полакомить. Вот она по этой дорожке бежит. Тоже была история в Париже. Ездили мы с, да, первый раз вместе с еще одной моделью. И она была на съемке у такого вот бодиарщика, татуировщика, который там на ней что-то рисовал, очень долго и упорно рисовал, рисовал, рисовал. А потом внезапно он решил ей сделать кунилингус. И, в общем, она его на этом моменте сразу остановила, значит, и я не знаю, уехала она сразу, или они там что-то продолжили рисовать, я уже не помню эту историю. В общем, она мне потом это все дело рассказала, и под конец уезда из Париж мы решили друг к другу перекинуть наших клиентов, обменяться, вдруг кто-то захочет там поснимать вторую девушку. Есть такой очень известный сюжет, банальный, я бы сказал, на мой взгляд. Ну, пришел водопроводчик, и вместо того, чтобы починить трубу, или он починил трубу, он еще полюбил домохозяйку. Ну, произвольно, можно сказать, то же самое, приехала девушка на машине в автосервис, вышел слесарь и починил машину, заодно и девушку. Меня вот спрашивают, нравится ли тебе эти сюжеты, или не нравится. Ну, я как скажу, если фильм снят и интересно, то понравится. То, что туда я приехала, он тоже начал на мне рисовать, и, значит, начал подбираться руками к половым органам, я сказала, что, не, чувак, не надо меня там трогать. Он сделал вид, что он страшно разобиделся, побросал все свои кисточки демонстративно, заплатил мне, и я ушла. Ну, бывают такие приколы, на Новый год пригласить дезинфектора. Представляете, то есть гости собрались, значит, сейчас выступление Путина через 10 минут, а приглашать дезинфектора, чтобы пришел в 11.50 вечером, именно 31 декабря. Это самый прикол. Раздается звонок, все ждут Путина, бокалы разлиты, значит. Дзинь-дзинь. Артист не должен обзванивать мучительно публику. Вася, ты хочешь прийти на мой концерт? Ой, конечно, хочу. А хочешь прийти бесплатно? Ой, еще больше хочу. Ну, вот тогда продай пять билетов. Я считаю это отвратительно. Вот опять же, вот, пожалуйста, да, на сцене я живу. А в жизни, да, это очень неприятно, когда вот мы сотрудничали с этой дамой. Я не буду называть фамилию, неэтично. Но получалось так, что мы, я обзванивала поклонников таланта, а слава тебе, господи, их очень много накопилось за столько лет. Это и пожарные, и те же бывшие милиционеры, которые уже на пенсии. Ко мне приходят люди, и это не единичное обращение, которые очень любят свое дело, вкладываются в него, творят. Ну, это может быть и писатель, или поэт, или там живописец. Ну, вот, как правило, это именно творческие люди, которым на этом поприще не удается заслужить славы, и признания, и заработать денег. И настолько долго они это делают, что накапливается большое количество друзей, псевдо, я бы сказала, друзей, которые говорят, что вообще-то не тем занимаешься, надо бросать и реально делать то, что приносит деньги. А ты там сопли там радужные размазываешь, сколько лет вообще уже надо наплевать на это, на все, и все. И человек приходит с обнаженной душой, на которую он сам уже готов наступить. Это уже другой вопрос, как вы приведете мужчину к тому, к пониманию, что свадьба нужна ему. Это другой вопрос, это другие методы, это нужно абсолютно к другим людям обращаться, не знаю, к психологам. Но объективно, девушки, вы можете пытаться доказать, что вы хотите состояться как личности, стать моделью, или актрисой, или певицей. Вы можете это попробовать, а потом вы все равно разочаруетесь, потому что вы придете все равно к тому, что вам нужен такой настоящий, проверенный мужчина, на которого можно будет опереться, и за которого просто-напросто нужно выйти замуж. Однажды на одном конфетном производстве меня попросили побороться с мушками, которые едят шоколадные конфетки. Они не то, что едят эти шоколадные конфетки, они откладывают там яички свои, эти шоколадные конфетки, незаметно. Я боюсь, что сейчас вызову бурю негодования, но вам скажу, что после немецкого, когда берешь наше, вот тот же знаменитый папаша, ПШ, полено в руках, просто неудобное полено, даже не знаешь, как к нему подвернуться. Значит, зажег сернистые шашки, пошла дымина, сработала пожарная сигнализация. Я думаю, боже мой, сейчас же приедет это. А все, кто меня заказал на это, разбежало с начальства. От ужаса, от запаха, от все, потому что там на весь квартал этот сернистон гидрид, и пожарные сигнализации, подумали, война началась, третья мировая. Я актерский потенциал в себе чувствую гигантский, именно актерский. Не то, чтобы сидеть только за фоной или петь только песни, а именно разноплановость. Я очень быстро запоминаю роли, очень быстро. Задыхаться я стал уже буквально через 2 минуты и не помню, где выход. Выход не помню, где. Я, значит, с трудом дополз до двери. Степень сложности проработки ситуации, степень вот этого падения, она определяет потом степень взлета. А мне не вдохнуть. Воздуха нет. Не выдохнуть. Бронхоспазм начался. И страх появился такой, что сейчас я умру, никто не поможет, вообще скорая не доедет. И стою вот так вот. Глаза налились кровью, белки уже вот полились такие. А тут приходит начальство шоколадное, которое меня заказало травить этих плодовых мушек, которые срут в конфеты. И еще начинаю спрашивать, а сколько мы вам денег должны? Какие нахуй деньги? Я говорю, нахуй мне ваши деньги? Я говорю, решать не могу, решай. А вам плохо, да, такие простые? А вам плохо, что ли? Я говорю, а-а-а-а-а. А сколько вам? Три-двести должны или четыре-двести должны? Сколько должны? Это просто сказать, но расслабиться людям реально очень сложно. Но если это удается, то, как правило, там два варианта. Либо они понимают, что, собственно, и так хорошо жить-то. Стрельба – это, ох, это многократный оргазм. И даже более того. Это ощущение просто превосходное. Когда перед вами мишень, вы все это сносите просто идеально. Это же просто замечательно. Я как-то, опять же, ходила в одно модельное агентство. Там был товарищ, какой-то кастинг-менеджер, парень, который мне активно рассказывал о том, что он тоже модель и что у него все время стоит на съемке. Ну, я не знаю, почему, как, зачем, и зачем он мне это все рассказывал. Ну, я рисовала с детства, но я почему-то не, может быть, к этому не серьезно относилась. Вот я потом поняла, что я, как бы настоящий художник. Это не просто художник, это не просто рисовать, это внутреннее состояние. Вызывает меня на комаров. А как вы знаете, в Петербурге все подвалы, как правило, затоплены. И у нас очень много подвальных комаров. Причем эти подвальные комары, они мутанты. То есть те фильмы ужасов, которые мы смотрим зарубежные, по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни, это гораздо страшнее. То есть нет ничего страшнее, чем российские, петербургские комары. Я к этому отношусь не как к работе, а так, тогда, когда захочу. И, конечно, когда есть настрой, когда я чувствую, то, что я что-то сделаю, не просто нарисую, а выскажу какую-то свою мысль. Это же не просто так. У меня побольше был такой, есть ранцевый, есть ранцевый, у меня там на 20 литров ранцевый. Зарядил, значит, и пошел в подвал, спустился. Света нет. Бреду воды в начале было по сапоги. Идеи приходят из космоса. Я так думаю. Потому что я, когда начинаю о чем-то думать, я не знаю, откуда это приходит. Вот, например, одна картина, так это... Пришла идея ко мне ночью, в 3 часа ночи. Я просто лежала и об этом думала. И у меня появился такой явный образ этой картины. Откуда он появился? Я же не знаю. Поливаю, поливаю, стены поливаю, там комары смотрю, там куда лучше фонаря, значит, разбегаются комары, разлетаются. Я довольна, везде поливаю. О деньгах договорились, заплатят. То есть я думала на эту тему. И потом у меня вот так все сложилось, что я стала четко видеть, какая будет картина. И как бы я такое нарисовала. Под водой был какой-то открытый люк. И я туда проваливаюсь по шею. Я проваливаюсь туда по шею, ноги я не сломал. А вода там не только затхлая, она еще воняла канализацией. Для того, чтобы получился такой портрет, вначале я наношу контур карандашом, а в дальнейшем использую краску. Краску я наношу на тело и припечатываю. Вот как бы вот так. Получается вот такой портрет. Мне уже не до комаров, не до денег, не до чего. Значит, я с трудом вылезаю к этому завхозу. Он видит, а с меня потоки зловодной жижи. Хотелось подарить картину президенту, чтобы она у него была. Такая возможность есть. Мне сказали, что вот в приемной Кремля ему могут передать. И я туда позвонила, договорилась, они меня уже ждали, что я приеду. Я проклинаю эту работу, я проклинаю этих комаров, я проклинаю эту Россию, блин, с этими офисными крысами, которые развели этих комаров, этих сантехников вонючих, которые не могут эту трубу отремонтировать, которая привела к тому, что заливается этот подвал этой зловодной жижей. И вот я по морозу иду, весь вонючий к метро Пролетарске с этим рюкзаком. На меня все смотрят как на идиота, шарахаются. Мне хотелось, чтобы этот портрет попал к Путину. Его же так, я думаю, еще никто не рисовал. Вот, ну, на московском вокзале там было очень много народу, когда я уезжала, потому что уже во всех, по-моему, СМИ написали об этом, эти портреты были очень уже известные даже за рубежом. А меня вызвали на огромный подвал с блохами за большие деньги. И я говорю, мне надо, чтобы блохи не имитировать то, что я их травлю, да, и получить за это деньги, чтобы потом мне звонили с претензией. Ну, а действительно отравить. А он мне говорит, ты знаешь, а я тебе помогу. У меня есть карбофос еще с брежневских времен, когда оборонка делала. У меня брали интервью, вот, а потом я смотрю, портрета нет. Вот, и я так немножко расстроилась. У меня начали успокаивать, что если, если украли, значит, значит, портрет хороший и пользуется спросом. Вот, мне не удалось туда поехать. Ну, может, наслежь год. Развел и стал работать. Поливаю, ничего не понимаю, в чем дело. Но смотрю, значит, людей было много, и куда-то все люди потихоньку исчезли. И люди исчезать стали, и кошки. Другими частями тела, о которых много пишут, тоже. Я рисовать не буду, могу объяснить, почему. Значит, считаю, что мужским органом рисовать, это пошло. А женской грудью это эстетично. Карбофосиком я все обработал, шесть подъездов, вышел и думаю, а что это люди вокруг идут, идут, раз, и убегают от меня. Думаю, я респиратор-то снял, а знаете, когда работаешь, ты же не чувствуешь, что от тебя чем-то пахнет. Как человек обкакается, он же не чувствует через некоторое время, что от него говном пахнет. Так и здесь. Почему-то журналисты спрашивают очень часто мнение Милонова, я заметила, по поводу моего творчества. И он комментирует достаточно, у него положительные отзывы о моем творчестве. Ну, вообще, я читала его комментарии в Комсомольской правде, еще там где-то. понимаете, он же не просто так депутатом стал. Я поняла, что он человек не глупый, у него трезвые рассуждения. И вот сажусь я в метро на Ладожской, и на эскалаторе были впереди девчонки, смотрю, блевать начали, кто побежал вниз, и, в общем, все вокруг разбегаются. Я думаю, ну, мне лучше час пик. Позвал он меня на этот самый кастинг, выдал мне платье, платье на мне не застегивалось, и начали мы снимать меня в этом платье, где-то минуту через три он просил помастурбировать, а это было тоже как-то самое начало. Наверное, сейчас, если бы мне сказали, я бы просто отказалась и послала человека подальше, но тогда я как-то больше я была менее уверена в себе, наверное, и я начала делать то, что меня просили, он сделал несколько фотографий, и на самом деле это до сих пор одни из лучших, которые у меня есть, и я думаю, что которые у него есть тоже. естественно, не надо все фильмы делать подобном ключе. Есть фильмы, где полутон, полунамек, он так и нужен, поэтому есть разные жанры. Зачастую родители, семья, школа не дают права подрастающему мальчику выражать разные свои эмоции. И вот этот запрет на эмоции, на слезы, как на слабость, например, на обиду, вот на этот спектр в основном он, этот запрет играет очень коварную роль в жизни мужчины. И почему я должен при этом испытывать к нему львов ближнего, показывать ему Библию, вести с ним задушевные беседы? Нет, я сделаю проще. Я возьму вот нечто подобное и отправлю ему прямо в лоб. И еще потом проверю, живой он или нет. То есть вот еще улыбнуться можно, выразить какое-то удивление, но вот сообщить своему лицу там горе, затруднения, обиду, страх, очень сложно, очень сложно. И в данном случае задача психолога именно на этих сеансах помочь мужчине, уже зрелому, позволить себе быть слабым. именно для того, чтобы были силы быть сильным. Моя сотрудница на то время, творческая актриса, познакомила меня с продюсером. Все, у него и продюсерский центр, и как он нас поднимет, и наконец-то мы не будем собирать залы сами. И в общем, все будет замечательно. Познакомились, пообщались, такой интеллигентный, так песко говорит, так тихо, преподносит все так. Ну, думаю, все, мужчина, что надо. Меня вызывали буддийский наш храм травить крыс, в синагогу мацу, 10 тонн пожрали крысы. Значит, самые халявщики большие, это православные батюшки. То есть, вместо того, чтобы заплатить за то, что я потравил у них крысы тараканов, они начинают говорить, что давайте мы будем за вас молиться всю оставшуюся жизнь. И мы сидели за чаем, он очень припозднился, время уже было достаточно позднее, он начал скулить, что ему не уехать. Еще думаю, мне показалось, что такой весь, думаю, сейчас на такси там 500 рублей там для него нипочем. Вот, он начал там какие-то копейки высчитывать, мне там не уехать. Я говорю, ну попробуй вот на автобус там вот в общем через выпроводила. Есть женихи ну нищеброды. И в этом случае родственники жениха они не сдаются и они все-таки хотят, чтобы их чадо женилось таким, потому что им кажется, что вот он женится и наконец-таки как-то вправят ему женитьба мозги. Через 15 минут или 20 он звонит ой, все, уже мне прохожие сказали, что уже транспорт уже не ходит, что я остаюсь на улице, говорю, ну как же, я говорю, ну возвращайся, конечно, ну что же, я скажу, твои проблемы и гуляй в другой район города пешком, ночью, но тоже как-то нельзя. Вот, ну он вернулся, мы продолжали с ним беседовать, все было очень здорово. Вот, потом я ему четко сказала, что я его кладу спать отдельно, вот, надо было видеть его лицо, он был оскорблен до глубины души, он на меня посмотрел, как на сумасшедшую, я себя почувствовала последней скотиной, вот, но все было, как, как я сказала, то есть, откровенно, он не лез так, чтобы вот там руками, то все, самое страшное было утром. Даже самая дешевая свадьба стоит каких-то денег, поэтому у нас в России принято брать кредиты на свадьбу. В принципе, я считаю, что это правильно, потому что все-таки один день такой вот в жизни, и его нужно по-настоящему отпраздновать. Я говорю, ну привет, доброе утро, там давай завтрак, это все так, Он на меня смотрит с зверем, так вот просто чуть меня рогами не протаранил кодерожьями, да еще бычачьими. Смотрит, но он не понимает, что он бешеный бык, он считает себя тигром, такой слегка шепелявит и говорит, ты не поздоровалась с моим тигром. Ты что, не знаешь, как общаются с продюсерами? Ну, в общем, до меня только через некоторое время дошло, что такое здороваться с тигром. Понятно, что он имел в виду. Думаю, да, круто. А я сказала в ответ абсолютно искреннюю мысль, вот то, что думала, то есть сказала, я сказала, вы удивительно сильный человек, вы смогли себя отпустить, и вот здесь вот, при мне, при женщине сидеть и плакать. И вы себя ничем не уронили. Поздороваться это с тигром можно, но сначала так полмиллиона долларов на раскрутку, чтобы чек был в руках, и начало уже. А там уж в благодарность, я думаю, не только с тигром поздороваюсь, еще что-нибудь у меня будет кураж, ощущение счастья, я увлеку на седьмое небо продюсера, который реально что-то сдвинет в моей жизни творческой. Движение всегда в работе с человеком в моем понимании идет к внутренней гармонии, к его внутренней гармонии, к внутреннему комфорту. Ему можно просто прострелить колено, ему можно прострелить плечо, ему можно прострелить руку, это уже человека заставит отказаться от дальнейших противоправных действий. Она мне сначала написала, что я вот хочу вам рассказать вот эту историю, но я смогу это сделать только с завязанными глазами. Я говорю, ну сделай, как тебе удобно, хочешь завязать глаза для этого, значит, ну завяжи их. И вот она пришла, действительно, у нее с собой была черная повязка, она завязала глаза, какое-то время молчала и потом сказала, вот дословно где-то это так было, это было ужасно, это, это было ужасно. И на лице страдания такое, я говорю, что, что, расскажи мне, это опять случилось. 30-летняя женщина вот так вот живет, и каждая близость с мужем для нее сильнейший стресс психологический. Она считает, что это очень грязно, что вообще этого не должно быть, и во время близости она для того, чтобы хоть как-то себя вообще огородить, она надевает полицейский мешок на голову. То, что вот нам сейчас внушают, опять же, о нашей неполноценности. Извините, вспомните историю, русские люди всегда были с оружием. Не будь русских людей с оружием, нас бы уже давным-давно либо захватили бы немецкие, фон немецкие, говорю, уже все привыкли, как стереотип. Просвещенная Европа уже давно бы нас взяла, либо продвинутый в боевых искусствах Восток, мы бы под кем-то оказались. И как-то раз она пришла ко мне навстречу, и я сразу поняла, что что-то случилось, что-то в ней изменилось. Она пришла тщательно накрашенной, то есть макияж продуманный был, платье, сочетание тонов, и очень стесняясь, попросила меня сделать несколько кадров, потому что она знает, что я фотографирую, и ей нравится, как я это делаю, хотя я совершенно любитель. конечно, я ее сфотографировала, мы сели беседовать, и она говорит, что это вот у меня роман. Я говорю, я очень рада за тебя, что у тебя роман. По тебе сразу видно, я поняла. Выяснилось, что роман виртуальный. Роман с человеком, который живет очень далеко. Только в данном кино показано, что все люди, они одинаковые, все люди, они едины, несмотря на их национальность, на их расовую принадлежность. Они все хотят одного и того же. И может, вполне возможно, что черный сантехник может прийти к белой женщине, или черная там девушка может попросить помощи, чтобы ей починил машину какой-нибудь, скажем, китаец. Я очень не люблю людей. И я их ненавижу всей душой и всем сердцем. Их развилось очень много на земле. Убивать людей нельзя, потому что это подсудное дело. Я в тюрьму не хочу. И мне нужно имитацией заниматься, имитацией убийства, чтобы инстинкт убийцы, который во мне с детства, он реализовывался в жизни. И когда я убиваю таракана, я убиваю не таракана. Оружие это предмет, который несет смерть. Но в то же время хочу сказать, за всю историю оружие еще никого не убило. Убивает человек, которым владеет. Мир, который создает художник, он, кстати, бывает намного ближе и реальней нашей душе, чем та жизнь, в которой мы живем. Что должно произойти? Я думаю, вот именно то и должно произойти. Главная роль в кино, в сериале, который все увидели, как говорится, за ночь проснулся знаменитым, ходишь в пятерочку, а все кассирсы, автограф спрашивают. Вот примерно так. Я думаю, а как еще? В какой-то момент на одну из свадеб мне подвернется какой-нибудь статусный представитель противоположного пола, собственно, за счет которого я смогу наконец-таки уйти из своей работы, хотя работу на самом деле я люблю. А какой смысл вообще в искусстве? Если ничего не придумывать нового, интересного, необычного, жизнь нереальная, она очень скучна. Если просто жить, варить еду, ходить в магазин, это ужасно скучно. Даже когда люди говорят мне очень страшные вещи, какие-то очень их пугающие, беспокоящие, которые квалифицируют как горе, все равно понимаете, я вижу образно говоря свет в конце тоннеля. Если вспоминать то, что делали с художниками раньше, то сейчас счастливое время. Недолговечна человеческая жизнь, и в ней активных наших лет совсем немного, с начала детства, юность, взлеты, виражи, глядишь, и старость преграждает нам дорогу, и все, что в жизни удалось нам совершить, храним мы в памяти так бережно и нежно, порой мечтаем, но хоть что-то повторить, не оставляя до последних дней надежду, порой мечтаем, но хоть что-то повторить, не оставляя до последних дней надежду, и так стараемся мы прошлым дорожить, воспоминания нас держат, как береги, в своем желании все снова пережить, мы сочиняем песни, пишем книги, в них оживают реки, горы, города, поступки, встречи, люди, дорогие лица, все, что запомнилось нам раз и навсегда, и что готово на бумаге возродиться, все, что запомнилось нам раз и навсегда, и что готово на бумаге возродиться. Продолжение следует...